Замечательные многочлены, которые называются многочлены Чебышева и чем же они, собственно говоря, занимаются? Как они возникают? Давайте сначала посмотрим на формулы для синуса двойного угла и для косинуса двойного угла Для синуса двойного угла мы получаем формулу sin2x это 2 sinx на косинус x это получается 2 sinx корень 1 минус sin2x это как-то не очень хорошо это не в накачле а вот cos2x это вполне себе такой от cosx это зависит как ну, это выражается как в накачле Оказывается, что это будет определен для любой степени при умножении двойного числа получится полимеральное выражение я сейчас это объясню почему но вот определение многочлена Чебышева такое если мы подставим cosx, то получим cosx ну, t1 от x это просто x t2 от x это 2x в квадрате минус 1 так, теперь почему это многочлен? почему это многочлен? почему вот такое вот выражение дает нам многочлен? ну, давайте запишем формулу cosn-x Это косинус nx, косинус x, минус синус nx, плюс синус nx, и если мы сложим эти выражения, то мы получим, что косинус nx плюс косинус nx это равняется 2 косинус nx умножить на косинус x. И если мы запишем это в этом видео, то мы получим, что эта формула означает следующее. tn от x плюс tn от x равняется 2tn, то есть tn плюс 1 от x, 2tn от x умножить на x. Ну, тут, наверное, удобнее было бы как-то какой-то косинус, косинус n, может быть, обозначен. А то я одно такое и косинус x, x обозначил. И вот это выражение показывает, что tn плюс 1 от x это равняется 2tn от x умножить на x минус tn от x. Ну и понятно, что если t1, t2 у нас многочлены, то дальше тоже все время будут получаться многочлены. И откуда берется старший коэффициент? Вот это многочлены в степени n минус 1, а вот это вот многочлены в степени n умножаются на x. Это как раз вот многочлены в степени n плюс 1. n и старший коэффициент каждый раз умножаются на tn от x. Это многочлен, который начинается с 2tn от x плюс x. Ну вот как здесь. Так, теперь чем же, собственно говоря, почему они называются многочленами Чебышева и как доказать это их основное свойство? Давайте рассмотрим значение многочлена от минус 1x. Давайте возьмем какой-то многочлен bn от x. Это x мин плюс что-то. Возьмем старший коэффициент, коэффициент при старшем члене единицы. У многочлена на интервале от минус 1 до 1 есть наибольшее по абсолютной величине значение. Так вот теорема, которую доказал Чебышев, у многочлена единицы на 2 в степени n минус 1t на x. Ну это чтобы старший коэффициент был единицкий. Вот у такого многочлена немощное значение самое маленькое. Но на интервале от минус 1 до 1. Используется часто такое выражение, что этот многочлен наименее уклоняется от нуля. Я хочу доказать вот это утверждение Чебышева. Дело в том, что оно доказывается достаточно просто. Здесь вот такое основное свойство многочлена Чебышева, которое здесь используется при доказательстве. Это то, что многочлен Чебышева устроен следующим образом. Ну, в зависимости от четности и нечетности. То есть этот многочлен принимает значение плюс-минус единица. Принимает значение плюс-минус единица n плюс 1 раз. Это происходит в точках Х. Но вот в этих точках, когда мы подставляем, здесь получается как раз значение вот этих вот плюс-минус единиц. И вот именно вот это вот свойство многочлена Чебышева, оно как раз и служит основой для доказательства. И из этого свойства на самом деле все уже очень легко следует. Что нам надо доказать? Нам надо доказать, что если у нас есть многочлены... Виктор Васильевич, можно вас просто попросить нарисовать графики Т1 и Т2 хотя бы? Потому что я очень боюсь, здесь много младшеклассников. Т1 это х, а Т1 это х, а Т2 это 2х в квадрате минус 1. То есть это вот такая параметра. А Тn это вот какая-то такая вот... Вот эта вот формула Тn от косинус х подавняется косинус 1х. Она означает, что на интервале от минус 1 до 1 это нигде не выходит за рамки плюс минус 1, потому что косинус 1х, он света от минус 1 до 1. И кроме того у нас есть и кроме того у нас есть f плюс 1 точка, в которой принимаются значения плюс минус 1. Это вот эти вот точки. А что нам нужно доказать? что если у нас есть многочлен p на х вида с m3 плюс 6, то он не может быть менее отклоняющимся от нуля. Вот это нам нужно доказать. Да. Что он не может... Что не может быть такого, что он... Всюду меньше головного, чем единица на двадцать треницах. Ну даже меньше. Что-что? Даже меньше. Ну что-то строго меньше не бывает. Ну да. Давайте вот рассмотрим этот самый простой случай, когда у нас многочлен t2. То есть нам нужно доказать, что квадратный... Нужно доказать, что квадратный трехчлен со старшим коэффициентом единица он не может принимать... Идея такая, что надо рассмотреть многочлен t2 от х минус b t2 от х и это должен быть тут сокращается... сокращается в старшим коэффициентом... И это получается многочлен в общем случае степени n-1, а в данном случае должна получиться какая-то линейная функция. а если мы предполагаем, что квадратный трехчлен в суде уменьшен либо оборудованной второй, то получается, что вот в этих точках здесь у нас единица, он должен быть с этой стороны, а в этой точке опять с этой. И в результате у нас получается, что вот этот многочлен коэффициент имеет n-1, а его степень равна n-1. Ребята, кто хочет по-настоящему это понять, возьмите, нарисуйте график многочлена t3. Его легко посчитать, формулы были все выписаны. Просто взять, понятно, да? И то же самое, t4. И вы действительно увидите вот эту картинку. А точка чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше, и действительно количество пересечений получается что-нибудь больше, чем может быть. То есть на самом деле картинка, вот как с параболой, она и для t3, и для t4, и вообще для любого, честное слово, такая же. Просто сделайте на собой усилие, нарисуйте это самое t3 и t4, и вы увидите действительно, что и там и формулы легко выписываются, и ну просто вот действительно это надо сделать само.